Основоположником истории, связанной с премированием менеджмента опционами, был Джек Уэлч, который возглавлял General Electric и в 90-х годах активно реализовывал опционную программу. И логика этой программы была очень понятна, очень классная. То есть ты менеджер, который работает на акционеров. И акционеры с тобой заключают сделку. Если стоимость компании через 5 лет будет в 2 раза больше, то мы тебе часть акций своих отдадим. Страшного в этом ничего нет, я не потеряю. У меня акция выросла в цене на 100%, я тебе готов сегодня, сейчас заранее определить цену, по которой ты у меня ее купишь. Сейчас цена составляет 50 долларов, если будет 100, я готов тебе спокойно 10% своих акций отдать, по цене 50 ты на этом заработаешь. Так вот, почему это важно? То есть это так называемая опционная программа премирования менеджеров. И в принципе все технологические компании, технологический сектор, стартапы, там очень много фаундеров, основателей, которые сидят на небольшой зарплате, но при этом они имеют долю какую-то в капитале. Почему я про это говорю? Потому что это стало основой для байбеков. То есть это стало основой для очень мощных злоупотреблений, которые мы наблюдали на американском рынке. Потому что наложилось, что называется, идеальное событие. Дешевые деньги у банков, бонусные программы, опционные программы для стимулирования менеджмента, чтобы росла капитализация компаний. И соответственно, когда эти две вещи свелись в единую кучу, что мы получили? Банки приходят, ну условно опять-таки я говорю, не факт, что это произошло, приходят к Тиму Куку и говорят, слушай, Тим Кук, у тебя есть опционная программа от акционеров Apple, что если компания будет в два раза больше стоить, то ты гарантированно получишь там десятки миллионов долларов бонусов. Он говорит, да, есть. Так вот, смотри, я тебе предлагаю следующее. У тебя сейчас рентабельность Apple, ну то есть денег, сколько ты зарабатываешь, составляет там условно 15 долларов с каждой 100 долларов выручки. То есть у тебя рентабельность хорошая. Возьми у меня кредит, но направь этот кредит не на покупку, ну то есть нового завода, на разработку нового программного кода, разработку нового продукта. А купи свои собственные акции с рынка, то есть ты будешь большим покупателем. У тебя акции вырастут. Почему? Ну потому что законы спроса и предложения. И еще ты стоешь с таким большим покупателем, который фактически делает спрос неэластичным. То есть ты всегда начинаешь покупать. У тебя цена акции растет за счет кредитных денег, которые ты у меня у банка взял. Но тебе это ничего не стоит, потому что Apple сам выплачивает дивиденды. Ты этими дивидендами погашаешь кредит. Соответственно, все в шоколаде. У тебя акция выросла. Акционеры довольны. Заплатили тебе бонус. Я довольный заплатил, соответственно, то есть заработал с тобой тоже. В принципе вместе. И в принципе все в шоколаде. До поры до времени это в принципе действовало. Но люди не понимают одной простой вещи, что вот эти вот байбеки, которые происходили. И это касается не только Apple, это касается всего технологического сектора. Это тоже один из признаков того, что в этом секторе очень много рисков сейчас сконцентрировано. Потому что было очень много байбеков. И что в этом случае получается? Получается следующее. Выходит отчетность, финансовая отчетность компании, того же самого Apple. То есть есть аналитики, которые знают, сколько было продано продукции компании, какая маржинальность этой продукции. Ну то есть все эти цифры непосредственно есть. И идут определенные ожидания по прибыли, сколько заработает Apple в определенный квартал. Но из-за того, что у Apple еще в этот квартал он покупал собственные акции, которые росли в цене, у него к прибыли от основной деятельности еще приплюсовывается каждый раз дополнительная прибыль за счет переоценки акций, которыми своими собственными он владеет. И получается такой показатель, как EPS, денежный доход на акцию, он всегда превосходит ожидания. Что значит превосходит ожидания? Что значит доход на акцию больше ожидания аналитиков. И это повторяется от квартала в квартал. В конечном счете происходит, что компания стоит все дороже и дороже, и дороже. А из-за того, что акции стоят дороже, 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 то у тебя EPS, денежный поток на акцию начинает расти не от того, что ты больше айфонов и аймаков продал, а за счет того, что твоя акция просто растет в цене. И опасность заключается в том, что если акция перестанет расти в цене, и уж тем более начнет падать в цене, вот эта вся пирамида, которая привела к взрывному росту Apple при отсутствии роста значительной выручки, она может развернуться в противоположную сторону. То есть у тебя акция начнет падать в цене, это ты вынужден будешь отразить в отчетности, соответственно, у тебя отчет будет хуже ожидания аналитиков, и у тебя акция будет падать еще ниже. Через квартал она у тебя ниже, опять у тебя денежный поток на акцию упал, опять хуже ожидания аналитиков и еще ниже. При этом количество людей, которые сидят в компании Apple, их очень много. То есть здесь можно сказать про книжку «Иррациональный оптимизм». Я, кстати, всем советую прочитать эту книгу «Иррациональный оптимизм». То есть там идет описание действий толпы, психологию толпы. Когда они начинают дисконтировать прошлые прибыли в будущее.